Привет! Одним из популярных вопросов в последнее время является следующий вопрос. А какую ответственность понесут те люди, которые покинут территорию Украины, оказавшись на временно оккупированных землях? То есть, что произойдет с человеком, который на сегодняшний день оказался где-нибудь в Херсонской области, в Харьковской области, в Донецкой, на той территории, которая контролируется уже иностранными войсками, и он выехал через территорию Российской Федерации. Заехал в Европу потом и возвращается со временем в Украину. Как мы понимаем, на границе пограничники, вбив его в базу, увидят, что у него нет выезда. Что это значит? Это значит, что человек покинул территорию Украины вне пунктов пропуска. А это уже нарушение правил пересечения границы. И за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Как вы видите сейчас на своих экранах, есть статья 204 прим. 1, которая так и называется «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Эта статья находится в Кодексе Украины о административных правонарушениях. Как мы видим, согласно этой статье, перетинание або спроба перетинания державного кордона Украины будь-яким способом поза пунктами пропуска через державный кордон Украины, то, что нас как раз касается, влечет за собой возложение на человека штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 3400 до 500, это 8500 гривен. Либо же арест на срок до 15 суток. Вот такую санкцию предусматривает действующее законодательство. Но мы не рассматриваем вопрос, а что будет, если повторно человек совершит это, потому что повторность здесь вряд ли возможна. Надеемся, что повторности не будет. Но опять же, давайте вдруг произойдет повторность, либо вот этот момент в чиннении группы ЮАСИБ, то в этом случае мы видим штраф от 500, то есть от 8500 до 800, то есть до 13600 гривен. Такую ответственность на сегодня предусматривает действующее законодательство за пересечение границы вне пунктов пропуска. И естественно, если человек выехал через неподконтрольную территорию, то формально его в самом худшем случае ожидает именно такая ответственность. То есть штраф до 8500 гривен, либо же административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность не предусматривается. В Уголовном кодексе нет статьи, по которой человека можно было бы привлечь к уголовной ответственности за то, что он выезжает с территории Украины, оказавшись на временно неподконтрольной территории. Но это мы говорим с вами с точки зрения закона. На сегодняшний день пани Верещук заявляла о том, что если человек выедет с территории Украины, которая сейчас находится на неподконтрольных землях, то никакой ответственности не будет. Еще раз, официальное лицо государства заявило, что никакой ответственности не будет для тех людей, которые выйдут из Украины через вот эти территории, которые временно неподконтрольны. Один есть момент. Заключается он в том, что она не является тем человеком, который уполномочен решать этот вопрос. Данный вопрос будет решать, во-первых, пограничная служба Украины, а во-вторых, суд. Почему так? Потому что за эти нарушения протокол должен составить пограничник. Тот, с которым вы, грубо говоря, встречаетесь на пункте пропуска. Конечно же, я очень надеюсь, что пограничной службе Украины будет дана такая команда, указания, распоряжения, чтобы они для этих людей сделали исключение и не составляли протоколы. Это вполне возможно. Уже на сегодняшний день государство показало, что в определенных случаях пограничная служба Украины может отступать от требований законодательства в интересах граждан Украины. Ну, например, на сегодняшний день, как мы знаем, пограничники выпускают людей по внутренним паспортам. Хотя, с точки зрения законодательства, такого быть не может. Для выезда из Украины у гражданина Украины должен иметься паспорт для выезда за границу. Но пограничная служба пропускает по внутренним паспортам. И это, безусловно, плюс. Это показатель некой такой гибкости погранслужбы, когда она идет и навстречу людям и помогает гражданам Украины. Я очень надеюсь, что в этой ситуации будет то же самое. И никто протоколы составлять не будет. И, конечно же, не будут передавать их в суд. И суды, даже если такое случится, не будут принимать решение о привлечении людей к административной ответственности. Потому что условий для этого нет. Ведь люди, как мы понимаем, они покинули территорию Украины. Они выехали из нее. Не потому, что им так хотелось, а потому что просто они оказались волею судеб на территории, где идут, скорее всего, боевые действия. И именно от этого убегали люди. И если государство пойдет по пути привлечения к ответственности этих людей, ну, это будет, на мой взгляд, уже совсем жесть. И, друзья, я сейчас вот обращаюсь к вам. И запомните мои слова. Если с вами случится такая история, что вы покинули территорию Украины, выехав там с временно неподконтрольной территории, и после того, как вы заезжали в Украину, на вас составят пограничники протокол, обращайтесь ко мне. Я готов буду представлять ваши интересы в суде абсолютно бесплатно для вас. Потому что я считаю, что если такое поведение государства будет, это неадекватно. И здесь я считаю, что каждый человек должен иметь право на защиту и иметь возможность, чтобы его интересы представлял адвокат. И повторюсь, я буду это делать совершенно бесплатно для вас. Друзья, если вы считаете, что это видео полезно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. На этом все. Я вам желаю удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!